Добрый день, друзья! Нас часто спрашивают, откуда мы берем свои знания, да? У кого мы учились? Ну, наверное, предполагают, что мы должны сказать, мы прочли всего Фрейда, Юнга, и вообще мы изучили квантовую физику и кучу великих умов, и потом изобрели инфодайвинг. Так вот, господа, все на самом деле не так, и мы об этом говорим. Когда мы начинали направление инфодайвинг, мы в основу поставили результат. И только результат определяет все. И на сегодняшний день мы гордимся действительно результатами своей работы. И наши результаты на сегодня и с аутизмом, и с ДЦП, и с другими заболеваниями. Скоро появится дальше серия сумасшедших фильмов, потому что мы их уже готовим, да, с результатами, конкретные результаты, плюс куча результатов уже наших опубликовано. Можете смотреть, видеть, читать. Такого количества отзывов и действительно свидетельств людей не знало до сих пор ни одно направление. Итак, у нас есть результат, и у нас есть то, как мы берем информацию. Где мы ее берем? И где принято брать информацию у нашей науки? Почему мы не можем пользоваться наукой и идти научным путем, так как от нас того требует общество, когда нам пишут? Откуда вы взяли знания? Итак, смотрите, я объясню на картинке. Все на самом деле гениальное, очень просто. Если мы посмотрим, как образуется момент здесь и сейчас, у нас есть прошлое, да, и у нас есть будущее. Классическая схема, известная при работе с сознанием. Итак, вот эта часть, это прошлое в будущем. Мне приходится в зеркале смотреть. Вот эта часть, это будущее в прошлом. Когда наша наука делает открытие, куда она ориентирована? Она ориентирована сюда, правильно. Она смотрит в будущее, да, и в будущем пытается сделать изобретение для того, чтобы толкнуть человечество вперед. И она опирается на прошлое наработки людей. Да, то есть она берет какого-то ученого, ученый сказал и доказал, что это так, значит, следующий ученый опирается от его догмы и дальше, дальше, дальше. И получается вот этот вот путь, а этот путь идет куда? Если мы проследим кольцо, то он уходит в прошлое. Это прошлое, перенесенное в будущее. Но не оно определяет будущее, хотя оно, конечно же, влияет. В случае с нами мы идем другим путем. Мы берем будущее и вспоминаем то, что у нас есть в подсознании на эту тему. То есть и наш круг тогда работает каким образом? Он уходит в будущее. Поэтому подходы, вот если вы внимательно рассмотрите, как работает эта схема, вы увидите, что когда человек берет информацию на результат и берет ее из озарений, а озарение, когда мы испытываем, мы проживаем механизм воспоминания. Мы поднимаем те глубинные знания, которые есть уже у нас внутри. И эти знания, так как они подняты внутри нас, они ориентированы на наше будущее. И тогда эти знания действительно являются открытием, толчком и так далее. Когда мы пытаемся умом, умом без озарения перемолотить чужой опыт, мы ориентированы в прошлое. Это деградация, господа. Поэтому науку двигают такие люди, как Эйнштейн, который тупо сидел, это факт из его жизни, сидел в ванной и пускал мыльные пузыри. Мы долго не могли понять, почему Эйнштейн по 4 часа в день пускал мыльные пузыри. А когда мы увидели, как устроено подсознание человека, до нас дошло, каким образом Эйнштейн ловил озарение. Тот же самый Тесла, Прибрамбом и так далее. Если брать ученые умы, то действительно открытие, действительно открытие, это воспоминание человека, это его озарение. И с этим сегодня никто не будет спорить. Но все считают, что озарение – это удел Бога, да? А Бог-то внутри человека. И на самом деле просто работает определенная психическая структура, которая под интерес дает информацию. И это человек вспоминает. В данном случае работает механизм извлечения из своего собственного, в данном случае надсознания, информации. Представляете, все как просто. И таким образом в нашем обществе, очевидно, еще одна подмена. Блин, они везде. Вот сколько мы об этом рассказываем в инфодайинге, они везде. И даже в случае с движением вперед, научное движение вперед, по сути, было бы движением назад, если бы не было сумасшедших, которые творят открытия, которых накрывают озарение и так далее, несмотря на то, что их периодически сжигали на кострах. Удивительное общество.